Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками. Спор не окончен. Никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское. Снять барский кафтан и надеть сермяжный. И у них-то будет бесклассовое общество. Что вы предлагаете? Анархия, мать, порядок? Разрушение. Разрушение всего преступного общества до гладкой земли. Чтобы из проклятого семени вновь не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы. Ладно, а кто у вас жить-то будет на пустом месте? Народ. Народ! Вольный род! Дружинник! Ну, зачем же с крику-то начинать? Потому что надо кончать стрельбой. Взять все, развалить. Дело не хитрое. Как вы дальше-то жить намерены? Наше дело полное беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы матрос в плену у бескрылого, трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Как ему жить? Здесь мы с вами расходимся, товарищ Чёрный. Мелкие предприятия я не разрушаю. Артели я не разрушаю. Крестьянское хозяйство я не разрушаю. Значит, вы такой же трус, как и этот большевик. Ну, зачем же? В трусости его не упрекняешь. Крови свои, Нестор Иванович, не жалел. И так за здоровье живешь, мы его вам не отдадим. За него будем драться. Попытайтесь начинать. Я вам задам вопрос. Пожалуйста. Товарищ Ленин сказал, через полгода в Красной Армии будет 3 миллиона бойцов. Морти-Виллион, Чёрный. Мобилизовать за это же время 3 миллиона анархистов. Уверен. И аппарат для этой цели у вас имеется на то время? Вот мой аппарат. А. Очень хорошо. Значит, вы с наберем Дестора Ивановича оружием, огнеприпасами на 3 миллиона человек. Само собой. Амуницией, продовольствием, фуражом. Одних лошадей потребуется. Полмиллиона голов. Всё это у вас имеется, надо полагать. Послушайте, матрос. Цифры имеются. Меня не запугаешь. За вашими цифрами пустота. Убогая попытка заштопать гнилыми нитками России, рвущие усы в клочья. Три миллиона солдат красной армии запугал. Мобилизуйте тридцать. Всё равно подлинная, священная революция пройдёт мимо миллионов ваших мужичков, собственников, декорированных красной звездой. Пятьсот тысяч лошадей. Ваша фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим полтора миллиарда человек. И если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, мы опрокинем вашу армию. Я вас так понял, что к общей мобилизации вы не подготовлены. Второй вопрос вам же, он чёрный. Каждое дело должно иметь запал. Бомба-капсуль. Костёр-спичку. На какой запал рассчитываете вы? Батя Махно? Армия в нём боевая, правильно. Но ведь процент анархистов невелик. Это не ваша армия. Я вижу, наша беседа, матрос, сводится к тому, что я вынужден учить вас азбуки. Очень желательно. Разбойничий мир. Вот наш запал. Вот наши каши. Разбойничий. Почтеннейшее выражение народной жизни. Это надо знать. Настало время. Слово притворяется в дело. Пусть льётся кровь. И кто в этот час не понимает истинной, глубокой необходимости разбоя, как стихийного движения, тот отброшен в лагерь врагов революции. Хорошо. Кадры в этом мобилизовали. Дело они своё сделали. Разворочили. Заваруха эта должна когда-нибудь кончиться? Должна. Дальше. Разбойники поражут бандиты. Люди избалованы. Работать они не могут. Что легко лежит, то я взял. Значит, как же дальше? Опять выходит, кто-то должен на них работать? Нет? Грабить, разорять больше нечего. Значит, придётся вам загнать бандитов во враги и кончать. Так, что ли? Ответьте мне на эту голосу. Застрели его. Застрели его! Это провокатор. Некрасиво, папаша. Прибегайте к дешёвым приёмам. Это не спор. А за провокатора следовало вас вот чем. Внимая во внимание вашу слабую грудь не отвечаю. Со словами папаша надо обращаться аккуратнее.